Доброе утро, ребята Будешь? Не буду Денис открыл свой сырок с плесенью Вкусно? Ну это с белой плесенью Этот еще более-менее выглядит Но все равно я такой как-то Попробовали? Фух Чего? Денис, он тухлятиной вонит Попробуй просто Фу, не хочу даже, у меня аж затошнило Мне и так тошнуло А так не то? Вкуса нет? Не-то вчера дня попробуй может вырвет как это можно есть а этот ест еще прихваливают на чмоке вы тут ведь у меня тут чё надо булочка сверху покрыта хлопьями какими-то и вот я ее начала резать она вся раскрошилась даже даже резать еще не начала из пакета достала вытащила вот все в филе кусок который вчера купили хочу попробовать это было со скидкой 300 рублей вообще она очень дорогая не знаю какого качества сейчас попробую лишь бы не тухлая была ваша не хлеб он красивый на вид но он какой-то воздушный как искусство но он так и есть самое хорошее это дома мне кажется когда спекешь ну да у нас тут немножко срач с утра это хочу выбрать давно хочу как мы не купим тут раз форель покупали она пахнет синей я такую не люблю купилась он будет сразу вытарезать но убрать вытарезать как я там надо было вскрыть для пореза голова болит у меня поэтому тошнее вчера прям не болела что спать легла уже чуть ли не 9 вечера ты будешь тишь на попробуй попробуй будет что ли же очень ешь намазываю хлебушек до положи творожным сыром и потом выкладываю так еще можно зеленушку но у нас ее нету можно посыпь ну это такая рыбу я не жалею я немножко собралась с мыслями чтобы рассказать вам о том как мы вчера съездили что нам сказал врач и так далее потому что я не снимала что я подробно свой визит к врачу не снимала думаю расскажу как-нибудь сяду спокойно все вам расскажу потому что очень часто мне начали задавать вопросы когда эко будете ли делать и так далее и тому подобное отвечаю на все эти вопросы я сама не знала на них ответы поэтому я вам не отвечал вчера мы съездили к врачу репродуктологу к моему я была у нее получается спустя год прошел ровно год с момента второго эко в ноябре я делала прошлого года эко прошел сейчас октябрь и прошел почти год в общем какая у нас ситуация у нас осталось два эмбриона замороженных на одной соломинки кто в теме те меня поймут то есть они заморой в общем две клетки заморожены на одном носителе так скажем размораживать их будут естественно вместе и подсаживать тоже вместе но качество этих эмбрионов один качество 2bc один качество 3 cc в общем это очень это очень плохие эмбрионы если говорить человеческим языком тех тех кто не в теме те кто не понимает в общем очень плохие я пришла к ней с вопросом что делать дальше имеет ли смысл подсаживать вот этих плохих эмбрионов либо начать все заново опять эмуляция опять гормоны опять забор яйцеклеток и в общем все по новой по кругу и можно ли мне делать опять стимуляцию после той операции которую я перенесла кто не знает у меня во время забора яйцеклеток лопнул яичник и открылась кровотечение попал я в реанимацию и меня буквально вытащили с того светом она мне сказала так врач что после моей операции делать стимуляцию можно противопоказания никаких нет но она сказала я буду очень осторожно когда буду делать сто раз себя перепроверю в общем все будет максимально осторожно при моей склонности вот к таким последствиям потом второй вопрос я задала стоит ли смысл подсаживать например мне позвонила генетика спросила какие эмбрионы у меня в заморозке и что посоветовала с посоветовалась при мне прямо по телефону что делать короче эмбрион качество 30 c это все это сразу можно в утиль в общем он никакой там даже нет эмбриона там даже нет клетки это бластоциста для тех кто понимает то есть до клетки и это не доросло до клетки не развилась но это плохо тут она сказала все на этом ставим крест даже надежды никакой нету а эмбрион 3 bc плохой но как сказала генетик есть 30 процентов что он приживется поэтому мы решили все-таки продолжить наш путь и попробовать подсадить то что у нас есть конечно денис меня ужасно ругает он не хочет эту подсадку он говорит что это заведомо провал в общем заведомо ничего у нас не получится раз у нас не прижились хорошие эмбрионы этот не приживется сто процентов но понимаете 30 процентов что он приживется плюс мой возраст почти 36 то есть у меня шансов еще меньше фактически процентов 20 у нас есть что эмбрион приживется это конечно очень плохо и очень мало можно надеяться только на чудо но выбора нету больше эмбрионов у нас нету и начинать все сначала это тоже огромный труд мы уже третий год этим занимаемся уже пошел третий год два точно прошло три два с половиной наверно как мы этим занимаемся ну с от самого начала и видите никакого результата нет поэтому уже хочется попробовать и этот последний шанс пусть даже он будет отрицательный но все-таки и поставить уже на этом точку на повторный забор не знаю пойду ли я нет я или нет скорее всего нет поэтому вот так начался опять наш путь немножко не позитивно в общем надежды мало но мы хотим попробовать я хочу попробовать денис он прям против этого потому что сейчас опять большие деньги а надежды почти нет все вроде бы рассказала опять мне дали огромный список анализов которые мне нужно сдать потому что все те анализы которые я сдавала уже 500 раз сроки все прошли мне опять нужно узи молочных желез брюшной полости кровь на всевозможные гормоны на скрытые инфекции в общем на все на все опять все заново опять все по новой потом мы еще сдали анализ генетический анализ на кариотип в общем нам сказали так сейчас ищут проблем почему не переживается эмбрион возможно у нас поломка какие какая-то в генетике поэтому анализ стоит 5700 рублей на одного человека я сдала и денис мы вчера сдали там значит полностью набор хромосом все это вот копаются в крови вообще по полной программе то есть если есть у девяносто пяти процентов этот анализ в норме но есть пять процентов людей у которых есть поломка в генетике из-за этого может быть не прижим не приживается эмбрион нам сказали так если у вас все нормально значит продолжаем подсадку если есть поломка в генетике с какой-либо страны небольшая то значит это тоже в принципе нормально но эмбрионом надо делать тогда какой-то анализ чтобы подсадили именно тех эмбрионов которые нам подойдут при вот этой поломки в генетике а если поломка в генетике большая то значит предлагает только донорство либо с моей стороны либо с его стороны смотря с чьей стороны полу так простыми словами объяснила в общем сейчас будем ждать еще результаты этого анализа и уже оттуда плясать поэтому когда мы поедем на подсадку это еще будет совершенно не скоро пока все эти анализы я сдам все опять упирается еще в деньги все это платно в общем пока мы зарплату получим пока я потихоньку сдам пока мы получим еще результаты того анализа карио тип который готовится почти месяц чтобы нам понять ехать на общую на подсадку но я думаю что это будет либо декабрь либо январь где-то вот в том районе может быть даже и позже пока загадывать не могу опять же у нас этот к вид долбанный бушует как бы нас опять всех не закрыли у нас прям очень плохая ситуация такие дела короче ребят наш путь продолжается пусть это будет третий раз такой знаете с немножко с надеждой на какое-то чудо дай бог чтобы оно случилось но естественно где-то в душе где-то в душе как-то грустно немножко ну будем стараться в общем с вашей поддержкой я знаю многие меня поддерживают многие даже за нас молятся спасибо вам большое в общем вместе мы сила вместе мы справимся солнечный воскресный денек и мы едем опять по делам куда мы едем в гараж в огород хочу платье вот это вот отдать переделывать который я вам показала какие-то странные у него плечи пока ты а у меня плечи прямые поэтому нужно с ним что-то сделать у нас горит индикатор что бензин закончился очень надеюсь чтобы до заправки дать они не встанем где-нибудь позориться вчера забыли заправиться вернее забыли а кое-кто сказал что нам хватит бензина к дом подъезжать начали у нас загорелся индикатор что заканчивается бензин будем молиться что доехать до заправки не встать где-нибудь надеюсь что доедем вот он с у нас построился ведь новый торговый комплекс прям рядом с нашим домом это хорошо значит можно будет ходить с продуктами даже не ездить у нас солнечно но очень холодно мы в буртках смотрите чем не здесь принес подарок love is он пахнет детством посмотрим что ты мне принес на фантиках же там написано что такое любовь фантик раздрала любовь порвала я получать все 33 удовольствие написано любовь это тоже я с тобой тоже мы на луне сидим любовь это уютно устроиться капец жвачка не вкусная наверное химическая да ну да и пожуешь пять минут и выбросить тоже мы с денисом видите вот он черненький вот я светленькая рыженькая приехали в гараж у нас полно баночек накопилось ну надо конечно тело еще дениса купли бы заслать за варенье какой у нас погреб огромный и варенье какое есть клубничная есть специально наверно вот за велик а ты покупать хотел ночью нормальный подумаешь без шин сел и поехал приехали в город забрать помидорки думал родители здесь что звоню не могу дозвониться до мамы их здесь нету где тогда мама да все голое в огороде такой красивая машина помашь а смысл и мать забирай все в корзине дома расти хочу здесь будут стоять замерзнут какие-то странные ягоды тут растут они летом-то не росли а сейчас начали расти странно у нас вот собачий а ягоды растут нет я не буду кушать три раза уже спросил меня потому что сам хочет кушать и хочет чтобы я сказала за хочу кушать отчет иди тогда я вот держу тут на весу дыню чихаешь уйди оттуда холодно там пастила сушится яблочная мы не показывали слушай мне кажется мы ее очень тонко разложили денис вот она здесь засохла и он а вот что отлипает не трогай уйди женщина оттуда тебе доверять уйди уйди иди ты убираться хотел иди убирайся сейчас пойду дыню пойду а я кушать буду кого ты будешь иди сначала это уберись да я шучу шучу ты шутишь а потом нам пишут что мы ругаемся давай дыню мне а нету дыню ты че они прям мой дыню быстрее стоишь может я вегетарианкой стать я был бы рад в последнее время это мясо просто не надо бы обожрать жирная стала ну что вегетарианка залифа худею дудыньку есть помидорки вкусно нет скорее режь скорее ты же раньше любил дыню а в этом году не ешь я же все ел я чуть не ел куда а я раньше куда культяпки суешь офигел вообще страх потерял я что-то не было никого что-то бояться ходить кушать ничего так вкусно все покушала иди убирайся сейчас пойду убираться поглощает мои огурцы которые я делала по-корейски вот видите баночка я скоро камеру спрячу я вам показывала как я делаю вот достаем из погреба и кушаем нравится мне да и мне да вкусные огурчики а по пальчикам получается огурчики морковка сразу все летнюю кроссовки белые вот эти вот чтобы уже их убрать погоду уже нету и вот эти тапочки тоже обувь я довольно часто стираю именно таким образом машинки я не знаю у кого как никому не советую у меня все хорошо ничего с ними не происходит как видите они целы и невредимы засталкиваю устанавливаю обычную зеркалку поставлю 60 градусов просто ровно зеркалку засталкиваю